всем привет сегодня в ремонте peugeot 307 двигатель 1.6 бензин жалобы владельца на некорректную работу двигателя то есть машина заводится без проблем работает хорошо но после того как машина прогреется появляется пропуске зажигания машина не развивает должные обороты троит и плохо тянет двигатель сейчас запущен на холодную работы довольно устойчиво сейчас подождем минут 10 чтобы мотор прогрелся и посмотрим на его работу во время работы буду пробовать отсоединять фишки по очереди с форсонок и определить возможно при нагреве одна из форсонок перестает работать так во время работы отсоединил третью третью форсунку форсунку третьего цилиндра автомобиль как работал таки работает есть подозрение что все-таки она отказывает и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все разобрал. Теперь это все в сторону сложу. Все четыре форсунки оказались в рабочем состоянии. После того, как я их почистил очистителем карбюратора, они работали и начали распылять должным образом. Даже та форсунка, которую я рассчитывал, что она неисправна, вот эта, она все равно работала хорошо. И даже после того, как я ее нагрел, она все равно продолжала работать. То есть форсунка, которую я купил, новую, можно было не покупать. Так, и в результате дело в катушке зажигания. Так, катушка зажигания проверяется по сопротивлению первичной и вторичной обмотки. Я тут на стене немножко нарисовал. Контакты 1 и 4 отвечают за работу первого и четвертого цилиндра. Это первичная обмотка. А контакты 2 и 4 отвечают за цилиндры 2 и 3. Короче, по сопротивлению я посмотрел на первичные обмотки первого и четвертого цилиндра, первого и четвертого контакта. Сопротивление есть, оно составляет где-то 0,4 Ом. А на первичной обмотке второго и третьего цилиндра сопротивлений нет. Короче, по катушке все ясно. На замену форсунки смазываем резиночки силиконом и ставим все обратно. Купил новую катушку фирмы. Вот такая. Номер для заказа. И сейчас хочу показать вам. Так новая катушка выглядит. Как видите, все залито. Черненькая. Это оригинальная. Смолой прозрачной залитая. Хочу показать по поводу сопротивления обмотки. Переключатель поставили на 200. Сейчас будем проверять сопротивление в Омах. Не знаю, как там точные единицы, но у меня смысл в том, что посмотреть, рабочие и не рабочие, и сравнить старое и новое. Так, смотрим старое. Контакты 1 и 4 это первый и четвертый цилиндр, который у нас работал. Вот такие измерения и он 0,1. Это у нас, которые нормально работают 1 и 4. Первый и четвертый цилиндр. На новый. То же самое делаем. Контакт 4 и 1. И тоже сопротивление у нас одинаковое. А второй и третий цилиндр. Четвертый и второй контакт соединяем на плохой катушке. Вот такие показания. При том, что когда катушка нагрета, вообще ничего не прозванивается. Как будто обрыв. А сейчас вот катушка холодная, ей показывают 20 единиц. А на новой катушке тоже берем второй и четвертый контакт, подсоединяем. Показывают так же, как и на предыдущей катушке. Вот так. Так что будем надеяться, что дело все в катушке. Как видите, что при нагреве катушка, которая отвечает за второй и третий цилиндр, при нагреве происходит разрыв. Все. Сейчас поставим, посмотрим, как она будет работать. Катушка на месте. Сейчас сбрасываем все ошибки, запускаем двигатель. Прогреваем и смотрим, как он будет работать. Так, стираем сейчас ошибки. Почитаем и удаляем. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...